Приветствую вас, зрители канала Заметки Нумизмата. Сегодня мы немножко поговорим о серебряных монетах в Риме и Николая II и конкретно о рублях, содержащих какие-либо интересные браки, иногда признаваемые коллекционно интересными. И, пожалуй, с самого начала я расскажу о рубле, которые многие знают, слышали, да и в коллекциях у многих он есть. Рубль 1897 года с птичками на гурте. Напомню, что для наполнения обращения серебряной монетой, в первую очередь рублями и полтинами, монеты ЧК есть не только в Петербурге, но и на заграничных монетных дворах, в частности, более всего в Париже и Брюсселе. Парижский монетный двор обозначался на российских рублях и полтинах одной звездой, а брюссельский монетный двор Бельгии изображался на рублях двумя. Соответственно, в 1897 году именно вариант рубля с двумя звездами на гурте или брюссельский вариант, пожалуй, самый массовый, самый распространенный, это самая доступная, может быть, даже самая дешевая серебряная рублевая монета Российской империи. Ну, естественно, если мы берем обычные, достаточно потертые экземпляры, монеты в высоком качестве всегда имеют очень индивидуальную цену. В 1998 году он встречается реже, в 1999 году снова достаточно массово появляется. И вот на части этих монет мы видим не характерные звезды, а некие странные значки, которые очень часто напоминают изображение летящих птиц. Причем, бывает одна звезда, одна птичка, бывают две птички, да и птички все немножечко разные. Конечно же, нужно понимать, что это никакой не особый знак Брюссельского монетного двора. Речь идет о разрушении инструмента в процессе работы. К сожалению, вот эти характерные пятиконечные звезды постепенно превратились в неких птичек, галочек, уж как угодно можно назвать, поэтому встречаются они неравномерно разрушенные, то одна, то другая. Почему такое отношение было на Брюссельском монетном дворе к российским монетам и почему они использовали исправленный инструмент? Ну, наверное, это тема отдельного исследования, об этом можно и говорить очень отдельно. Но мы имеем такой факт, имеем популярное изображение условных птичек на гурте и некоторые коллекционеры предпочитают в коллекциях иметь их как описанный известный разновид, но сразу же с уточнением, что разновид этот является ничемным, как дефектом, браком или определенной степенью износа гуртильного инструмента. Однако встречаются гораздо более интересные браки гуртовой надписи, встречающиеся на монетах производства различных монетных дворов, хотя, конечно, в основном они свойственны, опять же, производства заграничному, парижскому или брюссельскому. Часто путают написание букв Н и И в гуртовой надписи, бывают монеты с двойной буквой НН вместо НИ и очень часто путают схожие тогда по написанию в гуртовой надписи буквы С и Е. С чем это связано, опять же, с незнанием русского шрифта иностранными мастерами или какой-то умышленной ошибкой? Сейчас мы это уже не узнаем и тем не менее такие ошибки существуют. Их можно даже разделить на два варианта. В одном случае, ну, например, когда в букве Е, ну, скажем, условие серебра, отсутствует центральная гаста, собственно, и показывающая букву Е. Таким образом, Е превращается в букву С и это может быть как действительно ошибка при создании гуртильного инструмента, так и определенная степень его износа аналогично варианту монет с так называемыми птичками. Но есть и другой вариант, когда элементы заведомо добавляются, таким образом буква С превращается в Е, то есть дополнительный гаст. Очевидно, что это именно ошибка создания инструмента и последующего гурчения монеты. Но можно часто на таких монетах вместо чистого серебра прочитать чьи-е-та-го. Именно такой вариант, монеты 1896 года, парижского монетного двора, я сегодня вам представлю. Важно при коллекционировании обращать внимание на самые мелкие детали, и иногда действительно в гуртовой надписи, а иногда может быть и в легенде, кто знает, вы можете для себя найти какие-то неожиданности и интересности и обнаружить, что у вас не обычный, иногда сильно походивший, утертый, убитый рубль, а вполне даже интересная монета с необычным браком или необычным набором гуртейного инструмента или каким-то следствием ремонта инструмента, создающим уникальное, необычное изображение или надпись. Обращайте на это внимание, и таким образом ваши коллекции могут пополниться интересными экземплярами. Специалисты, коллекционеры, сотрудничающие с каналом заметки нумизмата, всегда смогут вас проконсультировать, помочь, подсказать, выявить возможные подделки под интересные разновиды или браки, или наоборот, подтвердить подлинность таких монет. Надеюсь на то, что ваши коллекции будут пополняться интересными, необычными экземплярами. Удачи вам в коллекционировании! Смотрите наш канал, обращайтесь к специалистам за консультацией. Не стесняйтесь! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!